Этого мало. Этого мало и этим вы выражаете свой страх. А когда народ выражает свой страх таким образом, это греет душу этому колхозному маньяку Лукашенко. Ганди тоже выражал свой страх? Молчаливые шествия. Но там уже ничего не надо было говорить, потому что это было в определенные дни по определенному поводу. Здесь этого вам не хватит. Надо кричать очень громко Лукашенко в жопу Беларусь и Европу. Валерий Ленин, откуда вы узнали эти слова ужасные? Молодого фронта. Здесь, поскольку Лукашенко отказывается от парламентских механизмов, надо делать то, что сделали сербы. Когда Милошевич, проиграв первый тур, отменил второй тур, не захотел туда пойти и сказал, что выиграл. В отличие от белорусов, когда вышли достойные люди на площадь, а все остальные по домам попрятались, сербы вышли на улицу все. Милошевич, подожгли искупщину, взяли штурмом резиденцию Милошевича, сдали его тут же в Гагу, после чего началась новая история Сербии. Беларусь уже имеет на это право. Компания гражданского неповиновения, все выходят на улицу, останавливается метро, останавливается весь транспорт, останавливаются все предприятия, коров не дойте, там сено не косите, штурм берете резиденцию Лукашенко, запаковываете его леночкой, перевязываете, сдаете в Гагу. Проводите честные выборы, освобождаете политзаключенных, берете штурмом эту самую тюрьму, вашу бастилию. Лукашенко это выбрал, никто из кандидатов в президенты, ни Санников, ни Кляев к этому не призывали. Но он этого не хочет. Тот точно так же, как наш Кремль взял, видимо, курс на волосонное восстание в тот день, когда отказался регистрировать Парнас. Они хотят, Косянов все время говорил, мы не хотим смуты, мы не хотим идти на баррикады, мы хотим парламентским способом. Вот Косянов хочет, а Кремль не хочет. Кремль хочет, чтобы народ взял вилы, грабли и пошел на Рублевку. Правильно ли я тебя понял, что ты призываешь к вооруженному свержению власти Лукашенко? Да. Статья, а, ну да, Лукашенко. Хотя в таможенном союзе. Но это вряд ли они тебя притянут. Я не знаю, при чем здесь таможенный союз. Хотите жить, сделайте для этого хоть что-нибудь. Европа не пришлет вам вертолеты, а также вертолеты Ност и Мистраль. Никто за вас это делать не будет. А я думаю, что пришлет. Но в том единственном случае, когда граждане Беларуси окажут сопротивление этой власти. Как в Ливии. Да, как в Ливии, как во многих-многих местах. Но для этого надо оторвать свой зад от дивана. Для этого надо выйти на улицу. И для этого надо оказать сопротивление. Нет у Лукашенко такого количества тюрем. Чтобы половину белорусов посадить. Сопротивление. А Сибирь уже ему не принадлежит. К счастью, да. Сопротивление. Не говори, Путин сдаст ее в аренду. Мы с тобой окажемся в Беларуси в тот момент, когда там начнется восстание. Поддержим Беларусь? Ну конечно. И не только мы. Партизанский отряд. У Валерии Ливиничной есть опыт сопротивления на близких к России территориях. Она это делала в странах Балтии, она это делала в Грузии. Так что, граждане, если хотите послушать выступление пламенной Валерии на митинге, значит, революционном, ну, против Лукашенко, начинайте. Я, Валерию Ливиничну, вам привезу для выступления. Да, и не молчите, а то вон брокеры Константина Борового шли между танками с триколором. И было совершенно понятно, что они хотят этим сказать. Они просто стояли на тротуаре и хлопали, а то мы их могли неправильно понять. Мы еще кричали «Долой КПСС!». Да, мы еще кричали «Долой КПСС!». Перед КГБ очень громко кричали «Позор КГБ! Долой КГБ!». Вот-вот-вот. А то Лукашенко может не понять, зачем вы вышли, и, может быть, вы просто греетесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...